Продолжение следует... Может быть, до первого раза 5 минут, пока наши соберутся, и мы с вами начнем. Добрый день, да, вижу, наши собираются. Так, да, судя по количеству зрителей, которые я сейчас вижу, уже вполне можно начинать. В таком случае давайте я начну, как всегда, с обводных слов. Значит, прежде всего, давайте я традиционно на всякий случай представлюсь. Меня зовут Виктория Григорьевна Казакевич, и в этом семестре, на этом канале, я буду читать лекции по дискретной математике. Лекции у нас открытые, соответственно, на них присутствуют не только мои родные студенты, но и также двоюродные гости. Часть из них, скорее всего, мои старые знакомые, часть новая. Соответственно, на всякий случай я, как всегда, начну эфир с предупреждения для гостей о том, что наши эфиры – это в первую очередь занятия для моих студентов. Соответственно, у меня очень большая просьба. Тем, кому интересно, пожалуйста, слушайте, участвуйте в обсуждениях. Welcome, но не нужно, пожалуйста, мешать тем, кто пытается работать. Соответственно, если вдруг кто-то встревает с какими-то хулиганскими репликами, будем банить быстро и нещадно. Сегодня у нас первая лекция на первом курсе, поэтому за Банхаммером Сергей Борисович Колонинский. Модерировать как вампир, быстро и безжалостно. Значит, к следующему разу, уважаемый первый курс мой, теперь я обращаюсь к вам. Пожалуйста, те, кто готов выступить в роли модераторов, пожалуйста, напишите мне в личном кабинете, что вы готовы, и ваш ник на Твиче. Соответственно, обычно я прошу, чтобы в команде было 3-4 модератора, ну, потому что, естественно, модераторы должны присутствовать на всех лекциях и отлавливать хулиганов, если такая необходимость будет. Да, вот Сергей Борисович появился в чате и демонстрирует свою готовность помахать Банхаммером, если будет необходимость. Но, впрочем, если необходимости не будет, это только здорово. Значит, соответственно, возвращаюсь к предыдущей реплике. Вот, пожалуйста, дорогой мой первый курс, я прошу вас поискать в себе силы на работу модераторами. И те, кто в себе такие силы найдёт, пожалуйста, напишите мне в личном кабинете ЛЭТИ. Я к следующему разу сделаю вас модераторами. Я сегодня на практических занятиях говорила о том, что основные оргвопросы я хочу вынести на начало лекции. Соответственно, вот сейчас я скажу, добрый день, скажу некоторое количество таких вот вводно-организационных слов. Значит, прежде всего, все наши лекции будут проходить здесь, на этом канале Твич, ну, по крайней мере, до тех пор, пока мы не выйдем из дистанта. Когда мы оттуда выйдем, вопрос, ответ на который пока что нам неизвестен. По текущим распоряжениям мы работаем дистанционно до 9 марта. Что будет дальше, будем смотреть за указаниями. Учитывая, что поток у нас большой, 155, по-моему, человек у нас по данным личного кабинета, с равным успехом нас могут 9 марта выпустить в офлайн, или оставить именно лекции в онлайне до конца семестра, и то и другое сейчас вполне может реализоваться. Поэтому пока загадывать не будем, значит, работаем здесь. Записи моих лекций, так же, как и записи практических занятий, будут выкладываться на мой YouTube-канал. Ссылка на этот канал есть в описании канала Твич. Она же есть в объявлении, которое я рассылала, и она же есть в Moodle. Соответственно, я сделаю отдельный плейлист для лекций. Ну и кроме этого, будет общий смешанный плейлист по и лекциям, и практикам по дискретной математике за этот семестр. Это довольно удобным оказывается. Дальше. Формой отчетности в этом семестре по дисциплине дискретная математика будет экзамен. Традиционно я работаю в следующем примерно режиме. В течение семестра мои студенты пишут одну или две контрольные работы. Одну или две я определюсь там в течение, скажем, недели. И, насколько я помню, все-таки одну контрольную работу я планирую. И три индивидуальных домашних задания. За каждое индивидуальное домашнее задание и контрольную вы наберете некоторое количество баллов. Соответственно, по результатам работы в семестре вы набираете некоторое количество совокупное баллов. За ИДЗ, за контрольное, за те, кто решал дополнительные какие-то задачи повышенной сложности, за адекватную работу на парах, как на лекциях, так и на практиках. Все вот это собирается в некоторую сумму баллов, которая по прошлым годам обычно была в диапазоне от 0 до 30. Соответственно, что будет дальше, довольно сильно зависит от того, будет у нас с вами сессия дистанционно или будет сессия очно. Если мы с вами будем работать очно, то на последней лекции у нас с вами состоится большая письменная работа, которая будет первой частью экзамена, за которую тоже можно будет набрать от 0 до 30 баллов, а дальше по сумме баллов за семестр и письменную часть вы распределитесь на три категории. Первая категория пойдет на пересдачу, вторая категория получит оценки 3 без права повышения, а третья категория – это будут люди, которые могут либо тоже забрать тройку и больше ни о чем думать, либо в устном формате сдавать экзамен на 4 или 5. Если мы с вами будем работать дистанционно, то разница будет примерно в том, что я допускаю возможность простановки там не только троек, но и четверок по результатам работы в семестре. Пока что я не гарантирую, но предполагаю, что такая возможность будет. Ну и, кроме того, может быть, я объединю вот ту самую контрольную работу с первой письменной частью экзамена. Тоже пока еще определенности окончательные в этом месте нет, но вот такая вероятность существует. Соответственно, в любом случае на оценку «отлично» нужно будет поговорить с преподавателем. На оценку 4, возможно, я буду ее ставить вот по итогам работы в семестре, возможно, только тоже по устной части посмотрим ближе к концу семестра. Но вот тройку можно будет получить, если написать все письменные работы достаточно хорошо и в течение семестра тоже работать достаточно хорошо. Значит, первое индивидуальное домашнее задание я собираюсь выдать вам не позже следующего четверга, выдаваться оно будет средствами в Moodle, но, соответственно, информация об этом вам приходит, и я постараюсь все, что в Moodle выкладываю, дублировать рассылкой объявления в личном кабинете. Значит, на всякий случай своим студентам я напоминаю, что писать мне можно и нужно только здесь. Никаких других каналов связи со мной, ну, да, тут еще можно в Твиче задавать вопросы, никаких других каналов связи со мной пока что не будет, ну, и, соответственно, это гарантия того, что я ваше сообщение не потеряю. Значит, сообщение в личном кабинете я читаю условно, там, в районе 8-9 вечера, соответственно, если вы написали мне в течение дня, то вот вечером я ваше сообщение прочитаю, если вы написали позже 9 вечера, то, значит, я прочту ваше сообщение на следующий день, на выходные я в личный кабинет не заглядываю, у меня тоже должны быть выходные, соответственно, пожалуйста, рассчитывайте в этом месте свои силы. Ну, пожалуй, на вскидку это почти все, о чем я бы хотела сказать. Осталось добавить еще две вещи. Первая вещь касается списка рекомендованной литературы. Учитывая формат нашей с вами работы, я не вижу никакой необходимости выписывать его сейчас на доске с тем, чтобы мы потом его же переписывали. Соответственно, я просто выложу соответствующий список в мудле. Значит, уважаемые гости, если вы тоже хотели бы получить список, рекомендованный мной по этому курсу литературы, можете мне сейчас написать в чате, и тогда я просто тот же самый список продублирую вот в описании канала, чтобы у вас тоже был к нему доступ. Соответственно, большая часть этой литературы доступна в электронном виде. Какие-то файлы даже я сама могу вам выслать, ну, или выложить. Но, насколько я помню, все они вполне себе в открытом доступе находятся, то есть никаких проблем с литературой быть не должно. Вовник. Нет, трансляции ведутся из квартиры, где мы живем. Это не преподавательская, не аудитория. Это наш Сергей Борисович в рабочий кабинет. Значит, это то, что касается списка литературы. Значит, и второй момент касается, как бы так поточнее сформулировать, чтобы никого не задеть. Касается внимания к информации. Значит, дело в следующем. Когда я сегодня проводила практические занятия, ну, вот, коллеги, мой первый курс уже ознакомился с тем, что я заявила в объявлении, что не буду допускать в конференцию в Зум, а практические занятия мы проводим в Зуме, тех, у кого никнейм не содержит фамилию, имя и номер группы, все три параметра должны быть, и потом, соответственно, я действительно, вот, некоторое количество людей мариновались у меня в зале ожидания до тех пор, пока либо не поняли, что им не светит, либо не сменили свой ник так, как нужно. И я абсолютно уверена, что люди, которые пытались попасть в конференцию по другим книгам, дело там не в том, что они какие-то злодеи. Нет, это просто люди, которые отсекли эту информацию, читая мое объявление, как ненужное. Так вот, друзья мои, у меня огромная просьба. В объявлениях, которые я буду рассылать, в требованиях к оформлению, которых немного, но они будут, в ограничениях по срокам, которые я буду выдавать, в отдых практически не будет. У меня убедительная просьба. Пожалуйста, будьте в этом месте внимательны. Я обычно в этом месте делаю патетическое лицо и говорю, что умение читать техническое задание – это вопрос вашей будущей профессиональной пригодности, и это тоже правда. Безусловно, это так. Но сейчас локально вы просто потенциально обеспечиваете тебе функциональные проблемы. Например, если у меня, возможно, сдача, скажем, контрольных или ДЗ только в формате PDF, вот уже почти годовая практика показывает, обязательно находятся люди, которые пишут мне в личных сообщениях, Виктория Григорьевна, все ужасно, я не могу сдать работу. Присылают скрин, а на скрине написано, нельзя загрузить документ в Word. Ну, как вы думаете? Если я обещала собирать работу только в PDF, почему же в Word-то не грузится. То же самое относится к срокам. Если написано, что срок сдачи, скажем, неважно, 20 мая 23.59, обязательно даются люди, которые с опозданием минуту так на 20 напишут, ну я же только на 20 минут опоздал, а можно я вам работу все-таки сдам? Коллеги, нет, нельзя. Я в этом месте отличаюсь совершенно каменным сердцем, я заявляю правила и честно их потом придерживаюсь. На мой вкус это крайне удобно, гораздо менее удобно, когда правила неизвестны, а потом вдруг с потолка что-то вывалится. Ну, вот здесь я обещаю вам описывать все, что мне действительно потребуется, достаточно подробно. Ну и очень вас тоже попрошу в этом месте быть внимательными. И еще один момент, туда же в категорию внимательности. Да, ваши работы будут представлять собой фото, сканы или, может быть, преобразованный в формат PDF файл, написанный от руки на чем-нибудь типографического планшета. По, опять-таки, опыту предыдущих двух семестров, довольно большое количество работ с первого раза возвращается авторам без проверки, потому что эти работы тем или или иным образом нечитабельны. Например, они написаны бледно-голубой ручкой по бледно-зеленому фону. Или они сфотографированы так, что одна половина пересвечена, а другая перетемнена. Или, это самый для меня странный способ, когда сканы или фото собраны в один PDF и при этом лежат на боку. Коллеги, вы правда считаете, что мне тратить время на поворот ваших работ удобнее, чем вам? Так и нет. И еще раз, коллеги, я хочу подчеркнуть, что на самом деле среди людей, которые сдают работы вот в таком виде, очень мало таких вот, знаете, людей, которые делали это специально, чтобы я помучалась и посадила глаза. Нет. Я думаю, что процентов 90 тех, кто это делает, просто не подумали о том, что эти работы будут внимательно читаться. И не подумали о том, что их цель, как людей взаимодействующих, по крайней мере не осложнить жизнь тем, кто на втором конце взаимодействия. Соответственно, у меня к вам тоже огромное просьба. Пожалуйста, не забывайте, что ваши работы я буду читать. И что чем меньше сложностей при чтении вы мне создадите, тем, ну, банально, тем быстрее я проверю. Соответственно, очень вас прошу это учитывать. Ну, и еще один комментарий, который, на мой взгляд, очевиден, но я его все-таки приведу, во всех задачах, которые вы будете мне сдавать, решение важнее ответа. Ответ – это хороший пример хэш-функции. Кстати, о хэш-функциях мы в этом семестре будем говорить. Это как раз одна из областей применения той части дискретной математики, о которой мы будем беседовать в этом семестре. Но, тем не менее, если ответ сошелся, это вовсе не значит, что решение верное. И проверка решения, проверка хода ваших мыслей, она будет гораздо важнее, чем сверка ответов. Поэтому на всякий случай предупреждаю заранее, чтобы потом не было неожиданностей. Даже правильный ответ, к которому не прилагается решение, оценивается в ноль баллов. Правильный ответ о вашем решении, к сожалению, не говорит ничего. Ну вот теперь, пожалуй, с организационной точки зрения все, Сергей Борисович, да, спасибо тебе. Значит, коллеги, я вижу кучу мусора в чате, и у меня опять-таки убедительная просьба. Пожалуйста, не забывайте, что здесь присутствует энное количество студентов, которые сейчас будут пытаться понять далеко не самый простой материал. И вот этот вот мусор в чате, какие-то смайлики, какие-то, уж простите меня, не имеющие никакого отношения к делу комментарий. Ладно, что они отвлекают меня. Ладно, что я вместо того, чтобы читать лекцию, вынуждена реагировать на появление чего-то в чате. Так, Сергей Борисович, пришеди, пожалуйста, флешмоберов на 10 минут каждого. Надоело. Вот я здесь вижу раз, два, три, четыре, пять человек. Всех, пожалуйста, в сад. Нет, коллеги, не прощу. Мне не нужен мусорный флешмоб в моем чате, на моем канале и на моей лекции. Сергей Борисович, человек мягкий, доброжелательный, он, наверное, простил бы. Я, барышня, злая и бессердечная. Нет, я не прощу. Соответственно, следующие 10 минут вы проведете в бане. А если после второго появления продолжится такое же безобразие, вы будете забанены без права в появлении на этом канале. Заметьте, пожалуйста, присутствие здесь для вас – дело добровольное. Если вам интересно, пожалуйста, я очень рада. Если вам не интересно, найдите себе другой контент, пожалуйста. Итак, значит, на этом организационные вопросы, которые я хотела бы осветить перед тем, как начать читать собственную лекцию, завершены. Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, есть ли у вас ко мне какие-то вопросы организационного характера? Если есть, то сейчас самое время их задать. Пожалуйста. Значит, на всякий случай я напоминаю, что если у вас нет вопросов, об этом тоже можно и нужно написать в чат. Для меня это будет сигнал о том, что вопросов организационного плана нет, и мы можем перейти к содержательной части. Так, «Ра Наташа», «Хиппомарум», «Ноктурус», «Спасибо». Так, «Вэндаш», значит, нет, разумеется, проверять ведение конспекта я не буду. Точно так же, как я не буду проверять ваше присутствие на занятиях. Я абсолютно убеждена, что возможность присутствовать на занятиях лично – это не обязанность, а привилегия. Точно так же, как привилегия – это возможность сразу задать вопрос живому преподавателю, который ответит на него в режиме реального времени. Если вы считаете, что вы достаточно образованы, талантливы, или, может быть, везучи, чтобы пройти все контрольные мероприятия, не присутствуя на занятиях, это было ради. Вы взрослые люди, вы сами распоряжаетесь своим временем. Мне совершенно не нужно, чтобы вы здесь присутствовали ради галочки. И уж тем более мне не нужно проверять ваши конспекты. Ваш конспект – это ваш инвентир по материалу, который мы будем обсуждать. Ведите его так, чтобы удобно было вам. Я-то здесь при чем? Что касается рекомендаций по лекциям и практике, я очень настоятельно рекомендую вести их в разных тетрадях. Это связано с тем, что, во-первых, лекции и практики читаются с отчетливо разной скоростью, при этом лекции имеют, я бы хотела сказать, линейную, но, пожалуй, все-таки немножко древовидную структуру. И практики тоже. Если эти две структуры будут у вас переплетаться в одном тетради, есть хорошие шансы, что вы сами запутаетесь, и вам лично это будет неудобно. Значит, сам по себе курс дискретной математики – это первая часть из трех больших семестровых курсов. Дискретная математика читается сейчас. Следующий семестр – это теория графов. И потом последний семестр – это математическая логика и теория алгоритмов. Вот второй курс у меня сейчас как раз слушает матлогику и теорию алгоритмов. Правда, у них я веду только практические занятия, лекции в том семестре я им не читала. Соответственно, вот, скажем, эти три курса можно упаковывать непрерывно друг за другом в одну тетрадь. Правда, опять-таки, если писать там внимательно и подробно, то в одну тетрадь, конечно, может не влезть. Но вот по опыту многолетнему конспекты по лекциям и практике я рекомендую разносить. Так, 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 значит, еще несколько человек пишет о том, что вопросов нету. Док Печенюха спрашивает, что за ссылки на сайт с курсом дискретной математики. Значит, Док Печенюха, скорее всего, это ссылки на курс, на онлайн-курс, который какое-то время назад начитывал Сергей Георгиевич Иванов. Мой курс будет отличаться от этого курса, он будет заметно содержательней. Поэтому вы, если можете, хотите обращаться к курсу Сергея Георгиевича как к вспомогательному материалу, но обязательным он не является. Ни в каком смысле проверять, знакомы ли вы с тем вариантом курса, облегченным, я спрашивать не буду. Но да, он доступен. Если хотите, вы можете использовать его тоже как дополнительный источник информации. Так, Brainless Monkey. До конца дистанта, да, расписание лекций и практик будет вот таким, как я вывесила в Moodle и разослала в объявлении. Три группы имеют практические занятия в 8 утра, еще три группы в 9.40 и весь поток имеет лекционное занятие вот в Twitch в 15.40. Все это происходит в четверг. Так, вопросов нет. Так, Мордегира спрашивает снова, можно ли, нужно ли будет, будет ли меняться расписание во время дистанта. Я думаю, что нет. Да, теоретически, коллеги, вы должны понимать, что за расписание отвечает диспетчерская. Если вдруг там что-нибудь случится, то теоретически нас могут попытаться подвинуть. Но это вот только совсем на уровне вуза. Что касается уровня факультета и кафедры, то расписание вот будет держаться как прибитое. Если расписание будет вдруг меняться, то как только я об этом узнаю, я вас проинформирую. То есть вот здесь можете даже не опасаться. Не будет такого, что это будет сюрпризом. Ну, за исключением ситуации, когда это будет сюрпризом и для меня тоже. Теоретически такое вполне возможно. Так, ExtraVision 1. Значит, ИДЗ вы будете сдавать средствами Moodle, а более подробно я об этом напишу в соответствующем объявлении. Да, вот здесь, коллеги, я очень хотела бы активно эксплуатировать тот факт, что мы с вами работаем дистанционно. Поэтому объявления от меня будут приходить вам в личном кабинете. Да, вот здесь. Пожалуйста, просматривайте его хотя бы раз в сутки по будним дням. Ну, и там будут подробно описаны, вот так же, как описан формат занятий, формат проведения и сдачи ИДЗ, контрольных, экзаменов. Все эти вещи будут там появляться. В частности, для того, чтобы я могла не пересказывать вам это 20 раз, а наверняка после первого, второго и даже десятого рассказа найдутся те, кто попросит повторить. А могли обратиться к соответствующему тексту и сразу же все там прочитать. Да, 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 коллеги, спасибо большое. Значит, вот всем, кто сейчас отвечает на уже звучавшие вопросы вместо меня, я вам очень признательна, коллеги. Вы очень сильно меня выручаете. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. Я буду вам очень-очень благодарна. Значит, что еще осталось по этому поводу сказать? Значит, Бразер Сун, я вам рекомендую, вернее, Блазер, да, Блазер Сун, я очень прошу вас не писать ерунды. Более того, вопрос про расписание адресован был явно не вам, и ответить на него с должным пониманием вы явно не можете, подготовки у вас не хватает. Поэтому, пожалуйста, не сбивайте на их студентов с толку. Ну, а если вы будете это делать, я вас выгоню. Все очень просто. Так, значит, Афанасьев Дмитрий 0303 спрашивает, а будет ли альтернативный экзамен? Значит, Афанасьев Дмитрий – это вопрос, ответ на который я вам пока что дать не могу. В следующем примерно смысле. Как правило, альтернативный экзамен проводит Сергей Николаевич Пузнеков, ну, там, с помощью разных других преподавателей, там, в частности, моей. И теоретически, если у вас есть какой-нибудь проект, там, от него полученный, то я не буду возражать, чтобы он случился с вами в качестве альтернативного экзамена. Самостоятельно раздавать какие-то проекты я в этом семестре не предполагаю, вот, но я, да, могу себе представить, что может быть проект, который выступит в качестве альтернативного экзамена. Значит, тем не менее, как вот такая глобальная альтернатива, он не предполагается. Так, чудно, чудно, чудно. Значит, так, верно ли, что на этом организационные вопросы исчерпаны? И мы можем, наконец, переходить к сути. Так, ну, Рома, Визром просит, да давайте начнем уже. Ну, и учитывая, что там выше по чату было, пожалуй, пара десятков комментариев о том, что вопросов нет, так давайте-таки начнем уже. Итак, коллеги, дискретная математика. Итак, коллеги, дискретная математика. Значит, прежде всего, коллеги, у меня вопрос. Достаточно ли хорошо видно то, что я сейчас пишу на доске? Дело в том, что мы с вами, у нас сейчас сколько там по часам? 16.10. Это означает, да, вижу, коллеги, большое спасибо. Значит, дело в том, что мы с вами сейчас начинаем работать, пока за окном еще достаточно естественного света. Я опасаюсь, что где-нибудь к концу занятия в комнате должно стать слишком темно для того, чтобы пользоваться естественным освещением. Тогда, увы, мне придется включить люстру. Те, кто был сегодня на практическом занятии, знают, что это, к сожалению, имеет неприятный побочный эффект. Где-то вот здесь образуется такой блик от этой люстры, который никуда не деть. Ну, поэтому, соответственно, если в какой-то момент станет темновато, вы, пожалуйста, мне об этом в чате сигнализируйте. И так, значит, Ц3РЦ001. Во-первых, к кому это вы обращаетесь на «ты», если ко мне, то напрасно. У нас принято обращаться к преподавателю на «вы» по имени и отчеству. Во-вторых, неужели вы серьезно предполагаете, что качество выставлено не максимально? Вот меня всегда шокируют такие странные люди, которые дают такие советы, что у них прямо вот видно, как на футболке, а может быть рубашке, отрастают капитанские погоны. Не надо так делать, пожалуйста. Не разочаровывайте меня, будьте так добры. Так, Сергей Борисович, а кто-то хочет пиццу? Не мог бы ты отправить этого человека куда-нибудь в туман? Желательно побыстрее. Сейчас, сейчас. Давай, 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 а то у нас тут, понимаешь, кто-то рыдает, так пиццу хочет, а мы тут ему про дискретную математику. Ладно. Итак, возвращаясь к дискретной математике. У вас в прошлом семестре уже было две математических дисциплины. Первая дисциплина – это алмебра и геометрия, и вторая – это математический анализ. Ну, и я полагаю, что вы уже обратили внимание на то, что разница между этими дисциплинами, она, конечно, есть. Но при этом формулировать ее словами, ну, может быть, довольно сложно. Если немножко вдуматься, то можно осознать, что различие между дисциплинами, ну, так вот, в первом приближении, проходит по двум параметрам. Первый параметр – это объекты, которые изучаются, а второй параметр – это методы, при помощи которых это изучение производится. Соответственно, когда вы занимались алгеброй, ну, вот, первый семестр у вас это были комплексные числа, потом немножко многочлены, потом матричные исчисления, потом системы линейных уравнений, потом векторная алгебра и заканчивали вы аналитической геометрией. И в этом наборе достаточно разнородных объектов универсальным было, во-первых, то, что вы почти все время работали с равенствами, собственно, такой вот вводной, вводную часть алгебры можно вполне назвать наукой о равенствах. А во-вторых, то, что везде, где вы с этим сталкивались, вас, ваше внимание привлекали к понятию линейности задачи. Линейность задачи. Линейность задачи означала, что образ суммы равен сумме образов для любой пары х и у. и константу можно было вынести из-под знака оператора. Вот каждый раз, когда вы сталкивались с задачей, и задача оказывалась линейной, вас тыкали носом в то, что, посмотрите, коллеги, это линейная задача, и даже, наверное, объясняли, зачем это делается. А делается это, значит, образ – это результат действия функции. Если у вас есть функция, у нее есть аргумент и значение. Соответственно, значение… давайте я напишу… ладно. Значение у – это образ х под действием f. И наоборот, х – это прообраз у под действием f. Значит, функция f, ее можно понимать как такой черный ящик, которому что-то подается на вход, ну и что-то получается на выходе. Соответственно, образ – это то, что получается на выходе, ну, а прообраз – это то, из чего получается результат. Нужно иметь в виду, что на самом деле слово «образ» имеет и другие значения. Например, если вы знакомы хотя бы немножко с теорией линейных операторов, то там вот образ оператора – это некоторое специальным образом устроенное линейное пространство, которое состоит из всех возможных образов элементов. То есть, строго говоря, я должна была бы здесь говорить не просто образ, а образ элемента. Почему я пока пропускаю слово «элемент»? Потому что в рамках этого курса мы будем иметь дело только с образами элемента. Понятие образа оператора у нас просто не будет встречаться. Но глобально, если вы возьмете какую-нибудь математическую литературу более широкого профиля, там слово «образ» может встретиться вот не только в том смысле, в котором я предлагаю сейчас. Кстати, коллеги, я очень хочу вас похвалить и одобрить. Вы сейчас делаете совершенно замечательную вещь, то, к чему я буду вас все время призывать. Пожалуйста, не забывайте задавать вопросы. Собственно, один из огромнейших плюсов работы в режиме реального времени, работы в синхронном режиме, как раз в этом и заключается. Возможете сразу спросить. Ну и в частности, если вам не понятен какой-то значок, который я написала, употребила незнакомое слово, еще что-нибудь такое, пожалуйста, спрашивайте. Это идеальная ситуация. Очень-очень-очень одобряю. Так. Ага, да, вот вижу. Артем Горячков на 3,82 и Гоша Начес. Отлично. Так. Значит, возвращаюсь вот сюда. Почему ваше внимание так старательно привлекали к линейным задачам? А дело в следующем. Дело в том, что если перед нами линейная задача, которая имеет решение, то тогда, ну давайте я для простоты запишу эту самую линейную задачу в виде системы алгебраических уравнений, хотя это не обязательно она, то тогда множество решений этой линейной задачи устроено всегда одинаково. Устроено всегда одинаково, вне зависимости от того, какой природы перед нами задача. Система линейных алгебраических уравнений, а может быть дифференциальные уравнения, или система дифференциальных уравнений, а может быть интегральные уравнения, или уравнения в частных производных, неважно. Если задача линейная, то структура решения известна заранее. И она устроена следующим образом. Это сумма так называемого частного решения и решение соответствующей однородной задачи. Частное решение, я на всякий случай напомню, это такой элемент, элемент, это может быть вектор, число, функция, в зависимости от того, как устроена задача, которая при подстановке в уравнение обращает это равенство в тождество. Ну, а решение соответствующей однородной задачи, это то, что при подстановке в исходное уравнение выдает ноль. Собственно, однородная задача, это задача, которая получается из исходной замены правой части на ноль. Значит, вот это исходная задача, у которой в правой части какой-то объект B. Вот это соответствующая однородная задача, которая получается заменой правой части на ноль. И нужна эта однородная задача, в частности, вот для этого, для того, чтобы выписать структуру решения. И эта структура всегда будет одинаковой. В рамках нашего курса дискретной математики мы довольно много будем иметь дело с линейными задачами. И каждый раз я вам, а может быть вы мне, будете говорить, о, опять линейная задача, мы же знаем структуру решения. И, соответственно, одна из самых важных вещей, которые вы вынесете из этого курса, и которые, я надеюсь, со временем не забудутся, а надо честно отметить, что вещи, которые не слишком скружили голову и которыми вы регулярно не занимаетесь, все равно забываются. Так вот, я очень надеюсь, что хотя бы понимание того, что такое линейность, останется с вами, ну, и надолго потом. Это действительно принципиально важно. Кстати, коллеги, пока эта запись не стерта с доски. Да, вот я тут помянула оператор дифференцирования. Все же помнят, что производная сумма – это сумма производных, и константу можно вынести из-под знака производной. Дифференцирование – это линейный оператор. А все помнят определение предела, да, что предел суммы равен сумме пределов, и константу можно вынести из-под знака предела. Тоже линейность. Соответственно, вот эта конструкция, вот эта характеристика линейности, она на самом деле знакома, просто можно сказать, что очень многие задачи из тех, которые вы видели в прошлом семестре, были линейными. Не все, конечно, но многие. Так, Владислав, значит, с фундаментальной системой решений ситуация такая. Это термин из теории дифференциальных уравнений, и фундаментальная система решения – это базис пространства решений, соответствующий стезию дифференциального уравнения. Я сейчас не хочу пользоваться этим термином просто потому, что если он и мелькал, то он мелькал именно косвенно. По-хорошему активно эксплуатироваться этот термин начинает именно в теории дифференциальных уравнений. Хотя, да, вы совершенно правы, такой термин действительно есть, и он действительно применяется к базису пространства решений однородного дифференциального уравнения. В этом смысле вы абсолютно верное замечание делаете. Так, значит, Гоша Начес, он, набор согласных, здравствуйте, рада вас видеть. Данил Флинт, да, вы правы, интеграл от суммы равен сумме интегралов, и константно можно вынести, однако интеграл тоже линейный оператор, конечно. Значит, Гоша Начес, который написал «не пойму ничего». Уж простите, великодушно, но так не бывает. Не понять ничего можно только в одном случае, если вы вообще не слушали. Если вы слушали, то тогда возник какой-то момент, когда вам стало непонятно. Если вы сможете вычленить этот момент и задать по нему вопрос, я попробую на него ответить. На вопрос, формулированный как «ничего не понятно», я, к сожалению, ответить не могу, но потому что пересказывать всё, что я сказала сначала, как-то не очень интересно. Соответственно, Гоша Начес, скажите мне, пожалуйста, вы у меня гость или вы мой родной студент? А, прошу прощения, я не совсем правильно прочитала никнейм Гошанчос. Вот, Гошанчос. Прошу прощения. Вы родной мой студент или вы гость? Так, молчание было мне ответом. Ну, в любом случае, если вы мой родной студент, я напомню, что я буду проводить консультации. Я напомню, что я буду проводить консультации, и если вы действительно, вот совсем весь материал сливается в некую серую мутную пелену, я вам очень-очень советую приходить на мои консультации и задавать вопросы, я буду на них отвечать, ну, очень постараюсь подобрать такие слова и примеры, чтобы вам стало более понятно. Если вы гость, то, может быть, ваша подготовка просто недостаточна для того, чтобы понимать то, что я рассказываю. Да, среди гостей попадаются очень разные люди. Попадаются, я не знаю, семиклассники, а попадаются совершенно взрослые люди. Поэтому я здесь могу только, ну, предложить вам либо попробовать всё-таки разбираться и задавать конкретные вопросы в процессе эфира, если вам интересно, ну, либо, если вам скорее грустно, чем интересно, то, может быть, вам стоит выбрать какой-то другой контент. Так, ага, о, спасибо большое. Артём Ключков 082 задал вопрос, и Кардан 04 и Кибер 30RC 001 успели на этот вопрос ответить. Спасибо большое, коллеги, я очень-очень вам за это благодарна. Вы большие молодцы, и я вам очень-очень признательна. Да, действительно, х-ноликом – это обозначение для решения однородной задачи. Вот здесь даже написано соответствующее утверждение. Собственно, этот нолик в каком-то смысле и означает ноли с правой части, хотя, да, некоторые пытаются запомнить его из соображений. Буква О – первая буква в слове однородная. Так, значит, речь свитваффера. Вы, конечно, правы в том смысле, что определение понятия образа и прообраза есть везде. Да, если вы откроете произвольную книжку по алгебре или по анализу, то такое определение есть везде. Другое дело, что книжку Зорича я не рекомендую. Книжку Зорича я не рекомендую по очень простой причине. Во-первых, она… даже по одной причине. Во-первых, она всё-таки довольно сильно устарела. Она устарела примерно так же, как устарели, например, учебники Фехтенгольца или Владимира Ивановича Смирнова. Устарел в первую очередь язык изложения. Дело не в том, что там есть какие-то яти или еры. Конечно, нет, эти книжки написаны заметно позже. Но сам по себе язык сильно изменился, стал заметно менее тяжеловесным. Поэтому, используя этих книжек, ну как, ими скорее можно наслаждаться, как таким немножко историческим памятником эпохи. Вот. Ну и второй момент. Всё-таки общее определение, их можно, да и, наверное, имеет смысл брать из каких-нибудь более ёмких учебников, может быть, даже справочников, да, в этом смысле. Ну, окей, я не хотела окунаться в литературу, но всё-таки пару слов, видимо, сказать придётся. Значит, в этом смысле, да, есть, во-первых, совершенно прекрасная книжка Назаров Назарова. Да, я сейчас её покажу, но ещё раз в том списке, который я вам предложу, она будет. Вот эта книжка, называется она «Курс математики для нематематических специальностей технических университетов». И эта книжка, безусловно, хороша. Хороша она в первую очередь тем, что она написана именно для нематематических специальностей технических университетов. Коллеги, вы должны очень хорошо понимать, что математика для математиков, для которых математика – это основной объект, и математика для будущих прикладников, для которых математика – это всё-таки инструмент, должна читаться совершенно по-разному. Ну, примерно так же, как по-разному должен читаться, скажем, английский язык для лингвистов и для переводчиков. Это совершенно разный объект. И в этом смысле многие классические учебники страдают излишним академическим изложением. Но вот в этом смысле книжка Назарова-Назарова – это хороший баланс между строгостью изложения и его нехармальности. Значит, ну, есть ещё некоторое количество книг. Я ещё раз повторюсь, я очень не хочу сейчас углубляться в перечисление литературы. Да, мне проще один раз вывесить объявление. И я собираюсь это сделать. Но, тем не менее, да, рациональное зерно замечаний Рич Свифт-Варфер заключается в том, что, да, это абсолютно справочная вещь. Собственно, как и любое определение, оно есть в любом толковом учебнике. О, да-да-да, письменный. Сергей Борисович, огромное спасибо тебе за то, что ты взял ответ на этот вопрос на себя. Да, дело в том, что к учебнику письменного лично у меня бесконечное количество претензий, которые устроены очень просто. Дело в том, что книжка товарища письменного называется там «Конспект». И это действительно конспект. В смысле, это честный конспект какого-то, или, может быть, каких-то вполне неплохих студентов, который был набран. У него есть безусловный плюс. Это невероятная простота изложения. Да, собственно, книжка письменного написана так, как разбирающийся студент мог бы объяснять материал неразбирающийся. И это большое соблазно. К сожалению, в книжке письменного содержится бесконечное количество фигни, простите, ну, собственно, опечатки, какие-то неточности, но которые есть в любом конспекте. Когда эта книжка только вышла, я, честно говоря, не помню точных данных, но, сдается мне, что это было лет восемь назад, я проводила, я тогда, по-моему, алгебр читала. Я тогда проводила эксперимент. Там был разворот, на котором было очень много ошибок. И я предложила с вами тогдашним студентам, что тем, кто найдет на этом развороте больше половины тех ошибок, которые нашла я, я поставлю зачет. На тот момент еще были зачеты. Я боюсь переврать точных констант, но, по-моему, там было в районе 35 ошибок. И кто-то нашел 19. Вот один человек нашел 19. По-моему, да, константы не совсем точные. Ну, короче, чуть больше половины. Вот один человек получил зачет. Соответственно, книжку письменного можно читать, если вы уже неплохо понимаете, что происходит, или у вас достаточно критического мышления, чтобы скрупулезно выкапывать эти самые ошибки. С другой стороны, скажем откровенно, если ошибка в определении, то найти ее у человека неподготовленного достаточно немного шансов. Поэтому вот к книжке письменного у меня очень серьезные претензии. Вот такая история. А, 2005, значит. Ну, вот, да, скорость, с которой происходит течение времени совершенно безумно. Ну, я вот думаю, что все-таки это был где-то 2007-2008 год. Как-нибудь так. Может, никакие не 8-12. Ужас какой, коллеги. Просто ужасно. Ладно. Это восклицание не по делу. Так, Данил Флинт по поводу книжки Казанского «Краткий курс дискретной математики». Значит, так, коллеги, мы сейчас скакываемся в обсуждение литературы, и у нас, к сожалению, прямо совсем мало времени остается на содержательную часть. Значит, давайте, коллеги, договоримся так. Я сейчас... Собственно, вот что я сделаю. Значит, давайте я в описании канала, там, где расписание эфиров, вывешу тот список литературы, в котором входят только те книги, которые мне реально нравятся. Вот те вопросы, которые сейчас появились. Вот я вижу вопрос про Казанского и про Андерсона. Пожалуйста, напишите мне эти вопросы в личные сообщения Твича. Я тогда отвечу вам вот там в личных сообщениях просто для того, чтобы сейчас свернуть с тематики обсуждения литературы на все-таки содержательную часть обратно. Хотя, еще раз повторюсь, коллеги, все эти вопросы, они по делу, и я хочу и могу на них ответить. Но вот давайте сейчас немножко переключимся с литературы все-таки на содержание. Значит, итак, итак, собственно, алгебра и анализ. Ну и вот некоторые представления о том, что эти предметы дифференцируют, в смысле различают, фактически как раз методы, ну и объекты рассмотрения. В этом смысле дискретная математика – это некоторая компиляция, что ли. Дело в том, что я сейчас сформулирую для вас, что такое, что мы будем называть дискретной математикой. Но нужно очень хорошо иметь в виду, что дискретная математика – это все-таки скорее не название, так вам сказать, раздела науки, а это объединение некоторого комплекса разделов математики в одну учебную конструкцию. При этом термин дискретная математика устоявшийся, да, даже в списке советов, которые занимаются диссертациями, кандидатскими и докторскими, дискретная математика тоже присутствует. Но она всегда присутствует именно вот как некий компилят, как некий комплекс объектов, которые занимаются. Сейчас мы увидим, чем. Итак, определение. Мы будем называть дискретным множеством. Такое и только такое множество, что для каждого его элемента существует окрестность, не содержащая других элементов множества. Ох, как там профит, здравствуйте! Вы, как всегда у нас в гостях, рада вас видеть. Но вот что касается отделимых объектов, вы, к сожалению, не правы. Не правы вы по очень простой причине. Если мы с вами возьмем вещественную ось и выделим на ней два интервала, ну, например, вот такие. Эти два интервала, конечно, отделимы. Но, к сожалению, это не дискретное множество. Да, вы можете попробовать уточнить свое определение, сказав об отделимых подточечных элементах. Но гораздо проще в этом месте все-таки пользоваться термином дискретное множество. Хотя, да, ваше определение можно доработать до правильного. Итак, дискретное множество. Это не тета, это о маленькая с индексом м. И это обозначение для достаточно маленькой окрестности точки м. Очень грубо говоря, вот у меня есть множество м. Вот в нем есть точка м. Черт, мелко написала. Вот в нем есть точка м. И эту точку можно заключить в окрестность. Вот я ее заштриховала красным цветом. Вот это окрестность точки м. Такая, что никакие другие точки нашего множества в эту окрестность не попадут. Если проводить детские параллели, то множество называется дискретным, если каждый его элемент можно поселить в отдельную квартиру. Да, простите меня за такую детскую параллель, но я надеюсь, что она окажется достаточно понятной. Если каждую точку можно заключить в кусочек множества, в котором нет других элементов, это будет дискретное множество. А это капитан-профит очень сильно зависит от того, в какое объемлющее множество наше множество им погружено. Но, типичный пример. Давайте возьмем вещественную ось и давайте отметим на ней, ну скажем, целые числа. Естественно, я не буду отмечать все, поскольку целых чисел бесконечно много. Но, тем не менее, если мы будем рассматривать это множество, множество целых чисел, как подмножество вещественных, то, да, действительно, мы с вами можем заключить каждую точку в окрестность каким-нибудь радиусом, ну скажем, одна десятая, чтобы с запасом. И в каждом таком окрестности действительно будет ровно одна точка. Фишка в том, что такие окрестности в принципе существуют. Да? Вот если мы с вами попытаемся взять, например, множество вещественных чисел, то какую бы маленькую окрестность я не выбирала, ну пусть будет семерка, да, какую бы маленькую окрестность я не выбирала, как бы я не мельчила, в этой окрестности обязательно будут присутствовать еще точки. Собственно, возможность вот так вот их раскидать по отдельным местам, это как раз и есть определяющее свойство дискретного множества. Так, окей. Итак, с определением дискретного множества разобрались. И, собственно, дискретная математика занимается дискретными множествами. Их определениями, свойствами, характеристиками, применением. Да? Вот мы с вами будем в рамках курса дискретной математики обсуждать, ну, коллеги, да, вот здесь у меня сложности с формулировками, потому что сказать вам два у нас будет куска или три, два блока или три, мне тяжело. Давайте я скажу два с половиной и объясню почему. Эти два с половиной блока как раз будут объединяться тем, что предмет рассмотрения – это будет дискретное множество. Множество с вот такими вот характеристиками. Так. Нет, нет. Д-д-д-доминго один. Еще раз, посмотрите, пожалуйста. М большое – это множество. М маленькое – это его элемент. Ну, вот, например, здесь я нарисовала множество, состоящее из точек минус один, ноль, один и два. А О маленькое с индексом М – это какая-то окрестность точки минус один. И эти окрестности должны быть устроены так, чтобы внутри них не было других точек множества. Пересекаться окрестности могут. Другое дело, что это совершенно незачем. Да? Но если эти окрестности пустые, ну, пересечение двух пустых множеств, безусловно, пусто. Другое дело, что если вы не можете, в принципе, не можете построить окрестность, в которой нет других точек, значит, перед нами недискретное множество. И если говорить не о целых числах, а о вещественных, тогда никакой нам дискретности. Иногда такие множества называются непрерывными, но это уже тема для совершенно отдельного разговора. Так, значит, это был Доминго. Так, Максим 0382. Ага, так, вы все поняли, отлично. Так, ага, отлично. Ну, Вовлик и Шангичев Василий 0382, собственно, развернули мой ответ. Хорошо, хорошо. Ну, коллеги, я надеюсь, вы мне заранее простите все ошибки в чтении ваших никнеймов. Надо честно отметить, что никнеймы – это такой же простор для творчества, как, скажем, название команд «Спортивного что, где, когда». Люди развлекаются кто во что, гораст. И это по-своему неплохо, но поскольку прочитать их не всегда удается с первого раза, так, как предполагал автор, я думаю и очень надеюсь, что авторы на меня за это не в обиде. Но я постараюсь запомнить ваши уточнения по этому поводу. Итак, ага, Jet Airlines 13-12. А вот на вопрос по поводу множества рациональных чисел мы скоро будем отвечать. Вот буквально, ну, я надеюсь, что все-таки на следующей лекции, но, возможно, через лекцию, это зависит от того, что я все-таки успею рассказать сегодня, мы с вами подробнейшим образом будем говорить о том, как устроено в этом смысле множество рациональных чисел, как дискретное или как непрерывное. Спасибо большое, очень хороший вопрос, просто замечательный, я его ждала. Мы это дело обсудим, здесь все не совсем тривиально, хотя очевидно. Кстати, коллеги, обратите, пожалуйста, внимание на то, что очевидно и тривиально это совсем не одно и то же. Так, значит, коллеги пытаются что-то между собой обсудить. Значит, ну, из этих вопросов содержателей только один. ВН-даш, почему на линии мы пишем r, а не z, потому что прямая – это множество вещественных чисел. А вот на нем я описала подмножество вещественных чисел, а конкретно подмножество целых. Так, значит, кип 3rc 2 0 1 понятия бесконечной плотности не существует. Я думаю, что вы имели в виду всюду плотное множество, да? Ну, а если вы знакомы с термином всюду плотно, то в том, как я буду рассказывать про рациональные числа, вы, скорее всего, ничего нового не услышите. Ну, окей? Что называется, я рада, что среди тех, кто присутствует на моем эфире, есть неплохо подготовленные люди. Это всегда очень приятно. Хотя, возможно, вам и будет немножко скучновато. Ну, что поделаешь. Так, значит, Brainless пишет, что множество рациональных чисел бесконечно и счетно, и после этого начинается жуткая путаница, потому что счетное и бесконечное – это, разумеется, совершенно разные характеристики. А вот, счетное множество бесконечно, но не всякое бесконечное счетно. Значит, соответственно, счетное, как вам известно, это изоморфное множество целых чисел, ну, а бесконечное – это любое множество, в котором бесконечное количество элементов. И здесь можно говорить хоть о континуум гипотезе, хоть о множестве мощности олив нул. Но это далеко выходит за пределы того, что мы собираемся обсуждать в этом курсе. Значит, дочь печенюха спрашивает, а зачем вообще нужны дискретные множества? Значит, здесь ситуация такая. Конкретно в этом курсе мы будем очень подробно говорить о том, как применяется один из подблоков в нашем курсе, а именно теории чисел, для задач кодирования и шифрования. На самом деле, работа с дискретными множествами необъятна. Количество мест, где они так или иначе применяются, очень и очень велико. Другой вопрос, что довольно часто мы не задумываемся о том, что речь идет именно о дискретных множествах, потому что это настолько не самое определяющее множество, что вопрос о дискретности, он остается далеко за рамками рассмотрения. Я сейчас привела вам это определение, просто чтобы вы хотя бы примерно представляли, из каких таких соображений теория чисел и комбинаторика слеплена в один курс, почему не два разных? Что в них общего? А общего ровно вот это, дискретность объекта. И это, кстати, будет позволять некоторые методы переносить с одного на другое. Дело ровно в этом. Так, коллеги занимаются какими-то разборками. Я попрошу вас не забыть, что дуэльный кодекс запрещает дуэли на моих парах, вне зависимости от того, очные, а ремень и заочные. Значит, Данил Флинт спрашивает, что значит изоморфное множество. Так, значит, ну, Данил Флинт, значит, тут идея такая. Изоморфизм – это, уж простите великодушно, биективный гомоморфизм. То есть это взаимно однозначное соответствие. Биекция – это взаимно однозначное соответствие. А гомоморфизм означает, что если на множестве есть структура, групповая, кольцевая, полевая структура тела, то соответствующая структура сохраняется. Соответственно, когда мы с вами говорим о изоморфизме множеств, структуру сохранять не нужно. На множестве, собственно, структуры-то нет. Это просто набор элементов, возможно, упорядоченный, если множество упорядоченное. И тогда изоморфность есть наличие биекции. Первый Денис спрашивает, как в жизни может пригодиться эта тема. Я обожаю этот вопрос. Первый Денис, спасибо, дорогой, вы меня бесконечно радуете. Я не могу на него ответить по очень простой причине. Я понятия не имею, как будет устроена ваша жизнь. Я могу что-то сказать вам про моих студентов. Мои студенты, учащиеся первого курса Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ, те из них, кто будет работать по специальности, это будущие software engineer, программисты, высокоуровневые программисты. И те из них, кто будет работать по специальности, например, если они, здравствуйте, будут заниматься криптографией, ее реализацией протоколами безопасности, все это будет стоять на том, что я буду рассказывать сейчас. Разумеется, первый семестр, второй семестр, общей учебы, первый семестр, посвященный этой теме, общий образовательный курс, потом они уйдут далеко-далеко вперед, через 10 лет, может быть, они мне расскажут о том, как в тогдашнем программировании мутировало то, о чем я расскажу сейчас. Но, тем не менее, то, с чем они будут работать, очень во многом будет иметь под капотом вот эта теория чисел и комбинаторика, о которой мы будем говорить сегодня. Если конкретно вы не мой будущий студент, ну, а, скажем, будущий художник, то вам это вообще никак не нужно. То есть, может быть, вам интересно знать, что когда вы вставляете в банкомат банковскую карточку, то протокол безопасности, по которому передается ваш пин-код, имеет под капотом РСА-алгоритм шифрования, который мы будем обсуждать не сегодня, но в этом семестре. Правда, он модифицирован по сравнению с тем, что мы сейчас обсуждаем, вернее, будем обсуждать в этом семестре. Там будут еще некоторые разговоры про генерацию временных ключей, вот эта вся тема. Но, тем не менее, может быть, вам это интересно, а может быть и нет. И тогда, может быть, к вашей жизни это не имеет вообще никакого отношения. Ну, точно так же, как вы, например, можете водить машину и понятия не иметь, как устроен двигатель. Теоретически, если вы сейчас пользователь, который живет в большом городе, и в случае любой поломки может вызвать мастера, вы можете вообще ничего об этом не знать. А может, вы будущий автомастер. И именно вы, ну, скажем, да, разработаете новую версию электронного зажигания, которая можно будет починить, приложив к нему смарт-часы. Вот такой ответ будет на ваш вопрос, первый Денис. Так, значит, Тихон 734 спрашивает про О маленькая. Значит, еще раз, это окрестность точки М. Вот посмотрите, на доске даже прямо написано. О маленькая – это окрестность точки М. Она немножко смахивает на букву Т, да, но буква Т-то все-таки имеет вот такое написание. Ну, по крайней мере, маленькое. Вот эта большая имеет вот такое написание. Больше всего похожа на букву Н в кружочке. Ну, или букву А, если речь идет о латинском уповеди. Ну, в любом случае, да, вот здесь О малая коллега пишет, потому что я называю эту окрестность О малым, ну, а называю я ее как по привычке, собственно, это совершенно стандартный термин из анализа. Так, 7 range and grace 7. Еще раз, разговор о рациональных числах будет не сегодня. Он обязательно будет, он будет довольно подробным, но не сейчас. Значит, Вовник пишет про методы, все численные методы основаны на аппроксимации непрерывного решения дискретным. Так, ну, Вовник, на мой вкус, вы избыточно категоричны. Так, вот Сергей Борисович за кадром прямо подпрыгивает. Селеберс, ты хочешь что-то сказать? Да. Тогда скажи, пожалуйста. Значит, тут... Да, коллеги, это Сергей Борисович Колоницкий, мой муж и мой коллега по любви к математике. Вот, в частности, он читает в этом семестре курс теории вероятностей по понедельникам, по четвергам в 13.45. Кстати, на его лекции тоже можно заходить. Ну, и вот сейчас он даст комментарий по поводу реплики Камрада Вовника. Значит, дело-то вот в чем. Можно сказать, что предмет дискретной математики это те места, где не помогает понятие непрерывности. Важнейший инструмент матанализа это понятие непрерывности. И когда мы говорим об аппроксимации, мы говорим о приближениях. С дискретными объектами приближений никаких делать нельзя. Собственно, ровно в невозможности приближенно сделать некоторые вычисления, ну, например, разложить число на простые множители, и кроется надежность алгоритма РСА. Например, ну вот, на мой взгляд, Виктория Григорьевна это объясняет по-другому, но, на мой взгляд, важная особенность курса дискретной математики состоит в том, что непрерывность нам здесь помогать не сможет. Очень во многих местах. Но есть исключения. Ровно поэтому я и не объясняю это так, как ты. Ладно, спасибо, Сергей Борисович. Значит, Лео ИО и еще два И спрашивают, какие темы еще будут в этом семестре. Наконец-то мы добрались до этого момента. Значит, наконец-то мы добрались до этого момента. Значит, Сергей Борисович, я тут забанила одного мерзавца. Значит, и коллеги-первокурсники, вот вам, наверное, стало очень хорошо понятно, почему на ТВЧ, к сожалению, нельзя работать без модератора. Да, у нас огромное количество вежливых, адекватных, содержательных гостей, но среди них периодически появляются люди, которые считают необходимым, ну, попытаться напакостить, да, там, запостить какую-то мусорную картинку, какое-нибудь матерное выражение, еще что-нибудь такое. Ну, перевоспитывать этих людей еще чего не хватало, тратить наши с вами ресурсы на это. Но у меня должна быть команда модераторов, которая будет этим вопросом заниматься. Соответственно, дорогие студенты, я очень вас прошу, найдите среди себя вот хотя бы четверых, а лучше там 5-6 человек, которые будут готовы стать модераторами и нещадно пресекать вот такое безобразие. Соответственно, возвращая к содержательному вопросу, значит, ле, о, и, о и еще двои, какие же темы будут в этом семестре? Значит, темы в этом семестре будут такие. Первый большой блок, который мы с вами начнем, я даже не знаю, начнем ли мы его сегодня или уже в следующий раз, это теория чисел. Теория чисел – это большой раздел. Мы с вами, ну, значит, так, если вкратце, да, то он занимается множеством целых чисел, разными его свойствами и характеристиками. Значит, мы с вами потратим на него, я думаю, не меньше месяца, а то и полутора. Дальше будет тот самый вот промежуточный блок, из-за которого я все мялась, 2 или 3 у нас блока, и в итоге сказала, что 2,5. Дело в том, что мы с вами будем заниматься элементами теории кодирования и шифрования. Применение теории чисел. При этом нужно очень хорошо понимать, что, конечно, далеко не все криптографические алгоритмы именно теоретика числовых. Например, там гигантский класс алгоритмов, которые опираются на понятие эллиптических кривых, останется вообще за кадром нашего рассмотрения. Но, тем не менее, даже вот учитывая, что мы будем говорить только о теоретике числовых алгоритмов, там будет много интересного. Ну вот, начиная с алгоритма RSA, который мы сегодня уже поминали, ну и заканчивая какими-то совсем занятыми вещами, типа кода Рида-Соломана, который является частным случаем кода БЧХ, кодирования с исправлением ошибок. Ну, об этом речь впереди. Ну и, наконец, последний большой блок. Это блок, посвященный комбинаторике. Этот блок несколько менее масштабный, интересный, чем вот первые два, но заметно полезный с прикладной точки зрения. Да, вот на всякие комбинаторные приемы и соображения, которые мы обсудим, мы будем очень много опираться в дальнейшем. Значит, Тихон 734 пишет «Как стать модератором». Значит, коллеги, здесь такая история. Я так, еще раз повторю, я прошу моих студентов, тех, кто готов стать модераторами, написать мне в личный кабинет ЛТИ. Если среди гостей есть желающие стать модераторами, я предлагаю вам, друзья, сделать следующее. Мне все-таки нужно, чтобы модераторы появлялись на всех эфирах. Ну, максимально на всех. Поэтому давайте вы там посетите еще одну-две лекции, и если вы решите, что да, вам это действительно надо, вы будете присутствовать, я с удовольствием и благодарностью приму вашу помощь. Ну, а если вдруг выяснится, что вам как гостям здесь не очень интересно, или вы просто не успеваете, ну, тогда я не хотела бы так ставить вас в неловкое положение, когда вы вроде подписались на какую-то нагрузку, а потом выясняется, что приходится вот от нее отказываться. Но в любом случае за предложение большое спасибо, я очень это ценю. Так. Да, исключительный Паша78 спрашивает меня, будет ли в этом семестре теория графов. Значит, нет, коллеги, в этом смысле программа в ЛЭТИ в последнее время очень качественно изменилась. теперь теория графов – это отдельный семестр, ну, и это зимний семестр второго курса. Соответственно, вот мои второкурсники, которые сейчас слушают у меня матлогику и теорию алгоритмов, как раз прошлый семестр, зимний семестр, у них был полностью посвящен теории графов. Вот у того потока, который сейчас мой лекционный, следующий семестр теории графов. Пожалуйста, если вам будет интересно, приходите, я буду рада. Кстати, на моем YouTube-канале есть записи практических занятий по теории графов, которые я вела за прошлый семестр. Соответственно, опять-таки, записи в открытом доступе, и если хотите, вы можете на них посмотреть, может быть, что-то покажется вам полезным. Так, да, вот несколько человек пишут про следующий. Да, спасибо, дружище спрашивает про время лекции. Да, Сергей Борисович, большое спасибо, что вы ответили на заданный вопрос. Опять-таки, коллеги, еще раз должна отметить, что я очень ценю всех, кто так или иначе мне помогает, вопросами, которые задает, готовностью быть модератором. Ну, и вообще, все, кто в этом месте взаимодействует адекватно, я действительно очень-очень вам признательна. Это то, что нужно. Хорошо. Друзья мои, у нас осталось катастрофически мало времени. Вот насколько я помню, господи, у нас лекция заканчивается в 17... Сколько? В 17.05 или в 17.10, что ли? В 17.05. Это означает, что по-хорошему в 17.10. Ага, спасибо. В 17.10. Это значит, что у нас осталось, ну, вот 10 минут. С одной стороны, это, конечно, форменное ай-яй-яй. А с другой стороны, я была к этому отчасти морально готова, потому что первое занятие – это всегда много разных ответвлений. Но, тем не менее, давайте за эти 12-13 минут, которые остались, я попробую что-нибудь успеть. Значит, коллеги, надо честно сказать, что вот это вот самое-самое начало теории чисел, а начинаем мы, как, наверное, уже догадались, с теории чисел, это штука, которая довольно сильно... А, все-таки в 17.05. Ну, значит, у меня всего 7 минут. Значит, это штука, которая довольно сильно пересекается с вашим прошлым, даже отчасти школьным опытом. Здесь, коллеги, я опять-таки еще раз хочу подчеркнуть, что здесь присутствуют люди, особенно, да, с учетом гостей, с очень разным бэкграундом. Но даже если брать вот мой родной первый курс – разные школы, разные города, разный опыт участия в кружках, олимпиадах и так далее. Поэтому то, что я буду рассказывать сейчас поначалу, то, что я буду рассказывать сейчас поначалу, я думаю, что изрядные части из вас знакомо. Ну, в этом месте я просто, да, вот вынуждена попросить вас немножко поскучать и, может быть, так, помогать мне ответами на какие-то текущие вопросы. Лео-И, о, еще два И, нет, булевая алгебра, она же алгебра логики, это как раз начало математической логики и теории алгоритмов. Это то, что происходит у моего второго курса в весеннем семестре, но по мат-логике у меня сейчас только практические занятия, вот по вторникам и, ну, вот насчет сред, там сейчас пока решается вопрос. Соответственно, лекции по мат-логике я буду читать через год, когда мой нынешний первый курс дорастет до второго. Так, Сергей Борисович, там у человека финансовые трудности, выдай ему, пожалуйста, Magic Panel. Значит, так, возвращаемся сюда. Итак, все-таки, 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 попробуем хоть немножечко начать. Итак, прежде всего, прежде всего, первое, что нам с вами потребуется, это определение деления состава. У нас есть множество целых чисел и два его элемента, причем число В, я полагаю, неравным нулю. Тогда существуют причем единственные целые числа У и Р, такие, что А можно представить в виде произведения В умножить на У плюс Р, причем число Р имеет дополнительное ограничение. Оно не отрицательное и по модулю строго меньше модуля В. Обратите, пожалуйста, внимание, поскольку В целое, то модуль здесь по существу, оно ведь может быть и отрицательным. Вот в этом случае множитель К называется частным. В школе используется термин просто частное, если остаток нулевой, и неполное частное, если остаток положительный. Я буду говорить просто частное, и вы, естественно, тоже это можете делать. Ну, а число Р называется остатным. Так, Гоша сейчас. Ну, мы с вами уже обсуждали этот вопрос. Если вам не знакомы все буквы, которые я написала, это просто значит, что вашей актуальной подготовки, к сожалению, недостаточно, чтобы слушать этот курс. А я, простите, великодушно, не готова каждый раз переопределять снова все-все-все понятия, но кроме ситуации, когда соответствующие вопросы сходят от моих студентов родных, и то, если непонятно вообще все, то я, наверное, приглашу такого студента просто на консультацию. Ну, потому что 20 раз повторять, что множество, за это множество целых чисел, это все-таки по-гусарски слишком. Итак, деление с остатком определяется вот таким соотношением. Упражнение. Коллеги, обратите, пожалуйста, внимание. То, что я маркирую как упражнение, это то, что я предлагаю вам сделать дома. Это не обязательно, но это, во-первых, полезно для понимания, а во-вторых, это то, что может быть спрошено на устном экзамене на хорошо и отлично. Итак, упражнение. Упражнение. Докажите, пожалуйста, что такие Q и R единственные. Да, я внесла это в определение, но вообще-то могла бы этого и не делать. Достаточно существования и вот такого соотношения. Соответственно, докажите, пожалуйста, что такие Q и R единственные. Кстати, коллеги, если, вернее, когда кто-нибудь докажет и захочет мне доказательства рассказать, показать, это можно будет делать на тех самых консультациях, о которых я уже упоминала, ну и которые будут назначены где-нибудь в конце текущей недели. Так, спасибо, Сергей Борисович. Значит, если R равно нулю, то принято говорить просто, что A делится на B или A делится на B на цело. В этом месте есть такая школьная привычка у многих говорить, что делится без остатка. Вот так я прошу вас не говорить. Без остатка не бывает. Бывает с нулевым остатком. Ну и существует специальное А-бозначение. Вот такие три точки по вертикали друг под другом. Это, собственно, в точности означает, что А можно представить как B умножить на Q, то есть А делится на B на цело или, если хотите, с нулевым остатком. Да, естественно, здесь А, B и Q целые, а B еще и не равную. Итак, мы с вами очень много будем работать с понятием целочисленного деления. Ну, надо признать честно, и не целочисленного тоже. Ну, давайте я дам еще одно определение, и я боюсь, что на этом мое время закончится. Ох, господи. Так, все, коллеги, я путаюсь в символах. Ладно, бывает. Итак, натуральное число N называется простым тогда и только тогда, когда оно имеет ровно два различных натуральных делителя. Так, Фреда Винт спрашивает, а куда донатить? Коллеги, вот на этот вопрос я считаю себя обязанной ответить. Коллеги, то, что я сейчас делаю, это моя работа. Да, я сейчас веду занятия на своей работе в Лути. И за эти пары мне платят зарплату государство. Соответственно, так получилось, что эти пары сейчас проходят открытыми, и у гостей тоже есть возможность их посещать, но ваш донат принимается в форме написать мне в чате спасибо. Мне будет приятно. Никаких других форм поблагодарить меня за эти пары у вас пока что нет. Это моя работа. Ну, возможно, ваши вопросы означают, что я делаю ее хорошо, и мне, безусловно, очень приятно. Ровно два различных натуральных делителя. Обратите, пожалуйста, внимание, коллеги, какое удачное определение. Когда я задаю такой вопрос школьникам, обычно я слышу что-то вроде, ну, это число, которое делится на один и на само себя, исключая единицу. И понятно, что здесь можно сразу начинать формально придираться, что любое число и на минус единицу делится тоже, то есть приходится говорить, что речь идет только о натуральных делителях. А здесь посмотрите, пожалуйста. Во-первых, то, что делители натуральные есть прямо здесь, а во-вторых, то, что их ровно два и различных, избавляет меня от необходимости их перечислять. Понятно, что любое число, вообще любое, делится и на единицу, и на само себя. То, что эти делители различные, автоматически исключают единицу, а то, что других нет, решает все остальные формальные вопросы в этом месте. Итак, число простое, если оно делится, если оно имеет только два различных натуральных делителя, единичку и само себя. И замечание, обозначение, давайте я сделаю, множество простых чисел обозначаются вот таким образом. Буквой П, ну, в разговорной речи ее часто называют, такой шрифт толстым, но не жирным. Вот, а если вы, например, имеете дело с техом, то этот шрифт называется вот так, мат-дэ-бэ. Соответственно, вот такой буквой обозначается множество всех простых чисел. Так, ну, коллеги, к моему величайшему сожалению, время у нас закончилось. Я, наверное, не стану вас задерживать, хотя, честно говоря, все-таки мы успели меньше, чем я планировала. Ну, и это, в частности, означает, что на следующем практическом занятии мне придется какие-то вещи поформулировать, которые я не успела сегодня на лекции. Ну, ничего не поделаешь, будем работать с тем, что есть. Значит, коллеги, есть ли у вас еще какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать мне прямо сейчас? Да, русский ДВ, чат доступен. Более того, по окончании трансляции я обычно какое-то время еще нахожусь в чате, чтобы поотвечать на вопросы, которые появляются после того, как сама трансляция завершена. Так, ну что ж, коллеги, спасибо, спасибо. Мне действительно очень-очень приятно. Значит, и коллеги, я хочу сделать следующее. Дело в том, что на наших с Сергеем Борисовичем трансляциях в прошлом семестре сформировалась такая традиция. В конце каждого эфира мы показываем какую-нибудь картинку для поднятия настроения. Соответственно, ну вот второй курс я в этом месте уже обделила, просто потому что запас достаточно веселых картинок у нас временный и сяк. Ну, а вот первый курс, наверное, еще будет рад. Значит, на всех практиках я картинки показывать все-таки не буду, а вот лекцию завершать картинкой буду. Ну, и среди нас с Сергеем Борисовичем есть чрезвычайно популярная художница. Зовут эту художницу Татьяна Задорожняя. Она автор совершенно очаровательных веселых картинок и подписей к ним. Соответственно, в качестве завершения нашего сегодняшнего первого эфира я предлагаю вам для поднятия настроения вот такую картинку. Удивительный факт, коллеги? Сегодня рабочий день и завтра тоже. Ну, вот на этой оптимистической ноте я с вами прощаюсь. До встречи через неделю. Всем всего доброго. Пока!